Продолжение следует... 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 послание. Как важно передать послание правильно. Многие люди передают послание, но неправильно. Знаете, с первых строк Библии я вдруг увидел такую интересную вещь, как Адам не передал Божье послание своей жене. И многие катаклизмы в нашей жизни начались, потому что мы не точно передаем то, что Бог говорит нам сказать. Это как глухой телефон. Вы играли когда-нибудь? То есть ты что-то услышал, говоришь, что ты услышал, что-то шептишь, потом второй, третий, четвертый, и потом в конце начинается, выходит ребенок и говорит, что он услышал. Не знаю, может быть, вы играли в эту игру в детстве или нет, но мы играли в глухой телефон, и получалось смешное. Начиналось все с рыбки, а заканчивалось все машиной или чем-то другим. И совершенно другое слово. И всем было смешно и весело, потому что доходило не то послание, которое было изначально инициировано. Доходило не то послание, которое изначально не шло. И вот что происходит. Когда мы передаем не точно то, что мы слышим, описание сказано, что точности передай, все, что записано, в точности исполняй, в точности. Происходит сбой. Давайте посмотрим. Бог создает Адама и Еву, и он их насаждает в Едемском саду. Бытие, самое начало Библии, первая книга Библии, вторая глава из 7 стиха. И создал Господь человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душой живой. Все очень просто, очень все классно, стал человек душой живой. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке. Там и поместил там человека, которого создал. и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи. И также, вот сейчас заметьте, вот этот стих, 9 стих. И также, очень важно, и также древо жизни. Подошли мы сейчас. И также он насадил древо жизни. Где? Что у вас там написано? Насадил древо жизни посреди рая. И также дерево познания добра и зла. Где? Не знаю. Что посреди рая? Уточните мне. Посреди рая что? Древо жизни. Окей. И дальше написано там все хорошо. Десятый стих. Из Эдема уходила река для решения рая, потом разделялась на четыре реки, имя одной фессон, обтекать землю хавила, ту, где золото и золото на земле хорошее и там балдах и камень оникс. Вторая, имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей руки Хидикиль, она протекает перед Осирией. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа ты в саду будешь есть, а вот от древа, сейчас внимательно, 17 стих, познание добра и зла не ешь от него, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь. Бог запретил Адаму кушать. Бог запретил Адаму кушать. Бог запретил, сказал, не кушай от древа. Он ничего не сказал больше, он сказал только одно, не кушай от древа. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственно ему. И дальше интересная история. Господь образовал из земли животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку. На, хочешь помощника? Давай. И привел. Я не знаю, это здесь тонкий юмор заложен или что, когда Господь сказал сотворимому помощнику, ну, жену, Адаму, сотворимому жену, и вот он берет и вместо того, чтобы сразу жену привести, приводит всех животных. Я представляю, Адам такой в шоке, как она выглядит, какая же она, вот какая-то шимпанзе подошла, и слониха подошла, и кабаниха, и все подходят на него, смотрят, и вот, вы знаете, он просто, представляете, как Адам, ну, смотрит на всех, думает, он же не видел ни разу женщину, он же вообще понятия не имеет, что такое женщина. И вот он смотрит на нее, думает, кто же она, кто же, кто же она, и вот жираф подошла, такая красивая, шея длинная, голова где-то там наверху, и какая-то утконос приползла, и все эти приползались и улыбались ему, он смотрел на них, и вот он привел, посмотрите, всех животных полевых, привел к человеку, чтобы видеть, Бог хотел видеть, вообще, смотреть на его реакцию, как он назовет их, чтобы, чтобы как наречет человек всякую душу, так и было имя ей. И нарек имена человек всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Очень важный момент, помощников много, вот подобных, это вообще уже мне как-то на семейный семинар переходит, должно быть подобие, должно быть подобие, когда вы хотите выйти замуж или жениться, нужно подобие, если слишком разные, это дисгармония, дисбаланс будет, должны быть подобные, желательно из той же культурной среды, из той же атмосферы, и когда мы говорим о подобии, мы должны быть подобны, мы должны быть похожи, мы должны быть из одного теста слеплены. Давайте так, если вы, один говорит на зимбабвийском, а другой говорит на французском, или на русском, или на украинском, то тогда получается дисбаланс, он привык на банане, на войветке сидеть, и бананы жевать, а она привыкла картошку и цебульку, да, жевать, а он, а он, я не знаю, он там вносится в викинг в морях и северных, и рыбу ловит в океане, а ты жуешь кокосы и ананасы, большая разница из той среды, с которой мы взяты, вообще соответственно, по соответствии, если в семье есть соответствие, если она очень богатая, а он очень бедный или наоборот, будет всегда вот этот дисбаланс. Если она очень образованная, а он безграмотный, если она такая, а он такой, то есть, если у них очень большой дисбаланс возникает, То есть вообще полностью они из разных, тогда возникают большие сложности в жизни, впоследствии. Очень важно, чтобы были соответствующие. Но возвращаемся. Бог привел всех животных, крокодилов, обезьян, горилл, бегемотов, гиббонов. И не нашлось помощника, соответствующего ему. И дальше. И навел, 21 стих. Он назвал и потом навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека. Очень важно, ведь из него взята часть. Бог создал Еву из того, что было взято из Адама. Соответствие должно быть. Соответствие это когда часть тебя берется. То есть Бог берет твою часть и ты находишь свою часть. И дальше, 24 стих. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену. Перевел их к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих. Плоть от плоти моей. Это уже Адам. Конечно им понравилась жена. Такая нормальная. Не такая лохматая, как шимпанзе. Не такая большая, как корова. Ну и не такая глупая, как обезьяна. То есть, ну, в принципе, классно. И он говорит, посему оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей. И будут двое одно плоти. И были оба наги. Адам и жена его. И не стыдились этого. Не стыдились. Змей же. Следующая глава. Был хитрее всех зверей полевых. Змей не из сада. Третья глава, первый стих. Змей приполз не из сада. Он приполз полей. Едем это сад. Сад едемский. А поля это не поля. Поля это поля. Это то, что вне сада. В саду не было полей. Он был хитрее всех зверей полевых. Такой умник. Такой умный. Такой он. Такой разумный. Такой хитро мудрый. И. Он сразу же пошел в лоб. И сказал змей жене. Во-первых, наверняка змей знал, что Бог говорил с Адамом. Посмотрите. И сказал Бог Адаму. 16 стих 2 главы. Назад. Возвращаемся. 2 глава 16 стих. От всякого древа в саду ты будешь есть. 17 стих. А древо, познание добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, умрешь. Ну окей. Сад был большой достаточно размером. Змей приходит не к Адаму. Адам четко знал, что Бог сказал. Еву создал Бог уже позже. В 22 стихе. А здесь, вот где мы находимся. Мы находимся еще в 16 стихе. Ева еще нету. Ева еще не создана. И Ева не знала, что Бог сказал Адаму. Ева не знала. Ева не видела. Ева не понимала, что Бог сказал Адаму. Ева вообще не стекла. А что там было сказано? И вот. Он. Очень важный момент. Такую вещь. Дьявол приходит к Еве и говорит ей. «Сказал змея жене». Сказал змея жене. Первый стих третьей главы. Три-один. Подлинно ли сказал Бог? Вообще, такой очень глубокий вопрос. Конечно, я понимаю, Бог есть. А вот подлинно сказал или нет? Он не поставил под сомнение существование Бога. Он не поставил под сомнение, веришь ли ты Богу? Ну, не-не-не. Кто бы сомневался? Мы все православные. Да? Вопрос такой. Дьявол задает вопрос. А Бог подлинно сказал? «Сказал». Действительно сказал? И дальше нонсенс. Давайте так. Начнем с того, что Бог всегда правду говорит. Бог говорит всегда правду. Но ставится вопрос. А правду ли сказал Бог? Правду ли? Бог сказал правду. Да. Но Он этого не говорил. А, не говорил? Или говорил? Посмотрите, как здесь четко написано. Подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? «Не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть, типа, не ешьте вообще. Не кушайте вообще. Подлинно ли сказал Бог? Кушать не надо. Третья глава, первый стих. Жена сказала. Вот здесь очень важный момент. Третья глава, второй стих. Бытие. Жена сказала змею. Плоды. Сдрев мы можем есть. То есть, мы реально можем кушать плоды с дерева. Но. Третий стих. Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог. Она цитирует Бога. Сказал Бог. Да. Дьявол говорит, что Бог сказал? Давай, сейчас запишем. Что он сказал? Бог сказал. Знаете, вот первое ошибочное заявление, когда исковерканы были Божьи слова. Ева сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Знаешь, как мне это напоминает, как маленькая девочка говорит, мамочка сказала, не надо трогать плиту, иначе будет Ваава. Вот так же Ева. Она как-то вот так рассуждает. Она сказала, не ешьте и не прикасайтесь. Давайте задаем вам вопрос. А слово не прикасайтесь. Говорил ли Бог? Снова переносимся. Вторая глава. Откройте вторая глава. И 16 стих. Заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который вкусишь от него, в смерти умрешь. Бог не говорил, не прикасайтесь. Бог говорил, не ешь. Очень важный момент. Могли ли они прикасаться? Конечно, могли. Это не было грехом. Но Адам, я представляю, как он жене говорит. Короче, женщина, вот видишь, там посреди есть дерево. Не прикасайся. Даже не ешь. Даже не думай трогать его. Чтоб не трогала, поняла? Адам передал послание, но не четко прикасаться можно было. А вот вкушать было запрещено. Они могли обкидываться плодами древа познания добра и зла. Легко. Они могли что угодно делать. Они могли собрать все плоды, выкинуть их, закопать. Они могли, они могли что угодно сделать фактически. Но кроме одного, не ешьте их. Не ешьте их. Дьявол смотрит на Еву и понимает. О каком дереве идет речь? Она сказала о дереве познания добра и зла? Давайте посмотрим третья глава, третий стих снова. Бытие 3.3. Я надеюсь, вы следуете за мною, за моей мыслью. Посмотрите, пожалуйста, что Ева говорит. Она сказала, только плодов с дерева, которое где находится? Где? Я уточняю, дом веры. Вы меня слышите? Только плодов с дерева, которое где находится? Среди рая. Давайте вспомним, а какое дерево находилось посреди рая. Перелисываем назад страницу. Смотрим. Вторая глава, Бытие. И восьмой стих. И насадил Господь Бог в Едеме на востоке рай. И поместил там человека, которого создал Адама. Девятый стих. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И древо жизни. Где? Посреди рая. А и древо познания добра и зла тоже. Вы знаете, я точно могу сказать, что посреди рая находилось древо жизни. Было ли древо познания добра и зла рядом? Возможно. Я не спорю. Но если быть точным, посреди рая находилось древо жизни. Посреди рая находилось древо жизни. Там не находилось древо познания добра и зла. Там находилось древо жизни. Драгоценные мои, мы сейчас с вами видим очень серьезное действие. Мы видим очень-очень серьезное то, что происходит настолько серьезно, что Бог насадил посреди рая древо жизни. Другими словами, если географически говорить, посреди рая находилось древо жизни. Я когда рассуждал, я вдруг понял, что Ева фактически понятия не имела, где находится древо познания географически. Она понятия не имела, что нельзя с ним было делать. А у нее не было понятия о том, что вообще происходит. Она не знала, давайте так скажем, не знала, что происходит. Итак, мы продолжаем нашу мысль. Посреди рая находилось древо жизни. Другими словами, посреди рая находилось древо не познания добра и зла, но находилось древо жизни. И когда Адам вдруг Еве передает, говорит, там дерево есть посреди рая, короче, не прикасайся к нему. Адам передал не точно послания, которые Бог имел для него. Он, конечно, передал послания, но не так, как ему было сказано. Он попытался дать эмоциональную окраску, добавить, прибавить. Я думаю, что первая, одна из первых системных ошибок Адама, первых ошибок, которые Адам совершил, это была ошибка в том, что он не точно передал ей послание. И Ева уже плыла в ответах к дьяволу. Она плыла, она сказала, посреди рая древо есть, которое нам нельзя кушать и прикасаться к нему нельзя. Она в своем отношении, когда дьяволу ты повелевающе говоришь, тебе не нужно говорить примерно вот это, примерно вот это, примерно вот то, примерно вот то или другое происходит. Это не примерно, это должно быть все очень-очень серьезно и очень четко. Я четко знаю, что посреди рая у меня находится древо, которое есть древо жизни. Я четко знаю, вот здесь находится древо познания добра и зла, я не могу кушать него. Когда мы приходим к Писанию, когда мы приходим к Богу и обращаемся к Нему, нам нужно понимать, что если мы с вами, дорогие мои, не, если мы с вами плывем в том, чтобы разговаривать с Богом, плывем в откровениях, если мы плывем и не понимаем, о чем Бог говорит с нами, если мы не можем понять, не знаем послание, тогда дьявол может искушать нас и побеждать. Дьявол может переходить и давать нам странные идеи. Посмотрите, третья глава, и она говорит, что мы можем умереть. И сказал змей жене, нет, 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 не умрете. Отчасти змей был прав. Если вы прикоснетесь, вы не умрете. Он в этом плане, он не обманул. Если прикоснется, не умрете. Конечно, если вы кусите, вы умрете. И не просто умрете, а смертями начнете умирать. Но Ева здесь, она такая, он говорит, не умрете. Но знает Бог, что в день, это третья глава, четвертый и пятый стих. Бытие третья глава, четвертый и пятый стих. Он говорит, не умрете, нет, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. И вдруг такая рекламная кампания началась. Знаете, это первый продавец пылесосов был. И вдруг нужно увидеть человеку, что пылесос, который стоит, вот обычный пылесос стоит дешево, там 100 долларов. А этот стоит 2000 или там 4000 долларов. И вдруг она увидела, шестой стих. И вдруг она увидела, и увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знания. О, она увидела. Знаешь, вот у тебя так ходил, ходил, вдруг увидел. Так шел, 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 вдруг раз, увидел. И увидела она. Она увидела сверхъестественные качества. И что, и оно хорошо, но в принципе оно красивое. Ну так ничем, вроде висит. Вроде оно классное. Вроде и, наверное, плоды вкусные. И вообще хочется его, потому что, ну, знание будет у меня. Я, в конце концов, не хочу быть дурой. Хочу все знать. И вот, и взяла плодов и ела. Дала также и мужу своему, и ел он. И открылись у них глаза. Обоих. И увидели они, узнали они, что наги и сошили смокровные листья, сделали себе поясание. Потрясающе. Они приняли решение. Они последовали ему. И их глаза в духовном мире закрылись, а в материальном открылись. Они стали видеть наготу. О нет. Драгоценные мои. Сейчас, когда мы рассуждаем на эту тему, многие из нас, когда что-нибудь натворят, пытаются сшить свои смоковные себе, с листья смоковницы. Я вам расскажу, когда дети вот что-нибудь накосячат, и приходят, и начинают какую-то на отвлеченную тему говорить, папа, ну как там на работе, как дела? И ты смотришь на него, и вот эти смоковные листья, когда начинает человек глупо улыбаться и говорить о какой-то чуши, вдруг у него, вдруг интерес проявился к этому, вот к чему-то, как ты там, как на работе. Он никогда в жизни интереса не проявлял, а теперь вдруг проявляет. Ты смотришь вокруг, так, где ваза, где картина, что разбили, что сломали, телевизор треснул, не треснул, так, что случилось? Не, все нормально. И уже начинают, ты говоришь, знаете, вот когда это все происходит, мне просто удивляет, мне удивляет, как человек, когда накосячит, пытается сшить смоковный листок. Он пытается сшить себе смоковный листок и поприкрыться, спрятаться, пытается, ну, как-то за что-нибудь закрыться. Когда, когда идешь, ты видишь какого-то прихожанина в церкви, и вдруг он глупо улыбкой улыбается и смотрит в твою сторону и начинает говорить на какую-то отвлеченную тему, ты понимаешь, что-то не то. А потом подходишь ближе и чувствуешь от него запах дыма, сигарет. И он пытается от тебя отойти, так раз-раз-раз отходит, упорно жует конфеты, и ты понимаешь, что вот этот смоковный листок, они до сегодняшнего дня люди пытаются спрятать. Знаете, вот первая реакция спрятать свою слабость, свою наготу, прикрыться. Сегодня многие люди живут за смоковными листьями, они пытаются спрятаться, чтобы никто не видел, никто не знал, никто не узнал, что случилось, и почему случилось, и от чего случилось. Дорогие, в сегодняшнем эфире я бы хотел, чтобы мы сделали две умные вещи, или заметили две мудрые вещи. Первое. Передавайте послание Божие четко и правильно. Говорите о послании Божьем очень-очень четко. Если у вас есть послание, говорите его, озвучивайте его, проговаривайте его, чтобы слушающий легко мог понять, чтобы слушающий понял, о чем говорит Бог. Не нужно примерно говорить, нужно четко. Для этой цели необходимо изучать Писание. Необходимо постоянно изучать Писание. Если вы будете вникать в учение, да не отходится я книга закона в день, от глаз твоих день и ночь, но четко, но чтобы ты исполнил все, что в ней записано. Кто будет слушать слова мои и исполнять все заповеди мои, кто будет хранить их. Вообще, очень важный момент. Мы слово должны четко знать, о чем говорит Господь и что сказано в Писании. Нельзя слова Божьи небрежно передать, сказать, ты, короче, не лезь туда, не лезь в ту область, все, не трогай этого. Нет, нам нужно четко познать. И когда ты приходишь с познанием слова, когда слово Божье в сердце твоем живет, на устах твоих, когда слово светильником на гетвое стало, тебе становится гораздо легче в жизни, и ты движешься с благословениями и с благодатью Божьей. Второй момент. Когда ты, послушайте меня, дорогие, когда вы что-то делаете, Адам сделал смоковные листья и дальше написано, что он спрятался. Восьмой стих, Бытие, третья глава, восьмой стих, Бытие 3,8. Написано, и услышали голос Господа, ходящего в раю во время прохладнения, и скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая. Спрятались. И возвал Бог к Адаму и сказал, Адам, где ты? Он сказал, голос свой услышал в раю и убоялся, потому что я наг. Я скрылся. Первое, что происходит, человек пытается спрятать. Спрятать свою наготу. Спрятать свою слабость. Люди пытаются прятаться. Это не самое лучшее, что ты можешь сделать, когда у тебя приходит в жизнь проблема. Если ты пытаешься спрятаться, ты побеждаешь врагу, даешь врагу корениться. Разоблачай, побеждай, сопротивляйся. Аминь. Накосячил, кайся. Адам накосячил, сшил листья, спрятал себя в кустах и сидит за кустами и надеется, что никто не заметит. Но Бог видит все. Аминь. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь, пускай слово Твое будет в наших устах. Пускай слава Твое будет в наших устах. Благослови, благослови каждого человека именем Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с Тобой Господь, да явит свою славу, да откроет окна небесные, да изольет от Духа своего. Да пребудет с Тобой Господь именем Иисуса Христа я благословляю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны. Наш эфир подходит к концу. У меня остаются буквально последние две минуты. Я хочу всем вам сказать спасибо за то, что вы участвуете, поддерживаете наше служение и нашу работу. Вместе мы сила. Вместе мы можем многое сделать. Бог дал мне слово, я четко хочу сказать, Бог дал мне слово, чтобы идти с эфиром и проповедовать Евангелие по всему лицу земли. Это мое желание, это мое сердце, это моя страсть. Бог призвал меня и я буду это делать с ревностью, с дерзновением, со смелостью. Если вы хотите поддержать наше служение, пройдите на наш сайт sennel.tv и сделайте ваше щедрое пожертвование. Если вы жертвуете свои действительные приношения, я знаю, что Бог возможно в этой жизни, возможно в другой жизни, когда мы будем на небесах, воздаст вам ваша награда на небесах. Продолжайте поддерживать Божье дело. Я благодарю Бога за постоянных партнеров, за людей, которые стоят в вере, за людей, которые поддерживают, которые участвуют, за людей, которые стараются изо всех сил изменить эту жизнь. И я пытаюсь изменить. Я стараюсь, знаете, изо всех сил каждый день, каждый день я стараюсь что-то новенькое сделать, созидать, проповедовать, хвалить, превозносить. Я каждый день делаю, что может рука моя делать. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Бога. И помните, в Боге наша сила. В Боге мы можем все. С вами сегодня был Максим Максимов. Иисус да благословит вас. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok